привет сегодня наконец-то наконец-то выбрала время как-то вот с этим рецептом у меня почему-то никак не получалось вам заснять наконец-то сегодня я взяла себя в руки и все подготовила но будет ленивый самый такой ленивый быстрый способ крекеров слинц этот рецепт у меня просили уже давно просили и вот снова попросили я решила все-таки надо выставить потому что для многих у кого глютен аллергия уже по-немецки заговорила кто у кого аллергия на глютен это в общем то вот такой перекус и палочка-выручалочка можно сказать и вообще мы это тоже едим с удовольствием единственное что каждый может под свой вкус остренькие сделайте такие как чипсы даже можно сказать мы их едим покажем этот способ этот способ я увидела тоже в интернете повторила очень понравилось потом там где-то в комментариях еще кое-что вычитала и теперь это все соединила и делаю все в одном рецепте так здесь у меня 200 грамм желтых желтой чечевицы не сложно иногда бывать какого рода потому что линзы на по немецки женского рода по русским и мужского рода иногда я путаюсь поэтому извиняйте меня пожалуйста сто раз извините так я замочила ну можно на пару часов можно на ночь там как у вас со временем не советую брать много потому что они вот именно вкусные когда немножко и хрустящие если много сделать они потом уже отсыреет есть можно но уже не так не так вкусно удовольствие такого нам больше нравится когда они еще хрустящие поэтому даже можно 100 грамм я сделаю 100 так что нам нужно еще и разные ваши добавки какие хотите здесь единственное что здесь я бы советовала всегда жареный лук у меня сегодня будет жареный лук вот видите никогда им не пользовались а тут вот когда вот началось все дорого жать и все как-то вот взяла эту баночку надо закончить иногда вот в этом случае она полезна и вкусна и не надо мне жарить и это все быстро сделаю и можно свежий чеснок можно чеснок вот такой сухой я еще люблю добавлять что-нибудь грузинское это грузинская такая приправка здесь у меня куркума и сегодня вот это я первый раз добавлю здесь у меня соль такая со всякими всякими но пахнет вкусно вот такие грамма вы видите но это соль поэтому солью здесь надо осторожно можно какой-нибудь бульончик я не знаю с овощей добавить как еще сюда у нас идет масло растительное и немного соды вот вроде бы как и все так теперь мы нам нужно вот это все измельчить вот таким вернее я сначала то что добавлю и потом измельчу и почти все можно уже не добавить будут осторожничать потом можно так попробовать на вкус чтобы не не пересолить хотя соль ты в общем то должна немножко чувствовать вот это у меня такая приправка для я принято вам не сказала это для авокадо когда вы авокадо делаете здесь она остренькая это же здесь и соль и все 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 есть и какие-то травки и чего там только нету вот это нам нравится поэтому я ее сюда и добавлю тоже как ты думаешь вот так немного будет довольно нет так это вот она нам как раз и даст нашу вот эту вот остроту и вот лук лук этот жареный лучше же сами жать и это просто мне вроде не пользуюсь как-то раз попробовала и этому надо ее решить что сегодня заморачиваться не буду так вам мне главное вам показать все а вы уже там сами под свой вкус подкур вкус ваших домашних так из чеснок мы как-то свежий чеснок почему не так любила немножко когда его готовишь потом как-то резина немножко пахнет вот это нам не нравится поэтому я чаще какой-нибудь вот и куркуму добавлю тоже полезное и это масло тоже сразу добавлю чтобы не было эти геверцы грузин я за тобой ты за мной вот так вот мы живем сейчас я шуметь не буду на на камеру осталось нам все мы добавили осталось только чуть-чуть потом соду добавить так вот такая масса у меня получается или тесто как хотите называйте сейчас я добавлю сюда соды немного не знаю когда много на что это ну примерно вот так если я что комочков не было так куда щепоточку наверно вот так вот мы сюда добавим комочки на всякий пожарный случай хорошо размешаем что в этом тесте важно если вы замочили и может дольше она вас постояла чтобы не очень влажная она была все-таки когда если у вас она вдруг ваш важно это лучше уже готова даже тесто можно где-то чтобы она у вас немножко стекло через какой-то сито потому что тогда она у вас будет очень долго пока она там она будет пару ходить потому что мы сейчас это можно спеть в духовке то есть на противень на на бумагу на пекарскую на противень ровно все этими квадратиками или как-то нарезать и все печь в это в духовке как я видел этот рецепт и делала даже так но там одна подписчица или кто в комментариях написал что она это делает в вафельнице и я это попробую мне это понравилось и сразу попробовала тем более вот у меня вафельницы я в ней почти вафли не пеку потому что она мне не нравится она мне помазанная уже согрелась она мне не нравится то что они ну такие получаются плоские и поэтому такие вафли я не люблю так и теперь будем надеяться что у нас все получится спекем здесь лучше не снимать пока спекется я уже результат покажу так у меня получается три таких вафли сейчас закрою это все опять и давлю немножко но не сильно здесь есть это как и опасение что можем разорвать на включить и вот поставила я на самую высокую и буду ждать два раза потому что за один раз она у меня не будет готова надо чтобы она подсушилась получше вот смотрите вот так у меня получается сейчас она немножко остынет и мы их еще доработаем мы поставим нашу духовку маленькую и их еще немножко так сделаем хрустящими подсушим получше потому что они вроде как и сухие но все равно очень много влаги примут видите пар прям идет поэтому вот важно вот такое маленькое как говорится дополнение что надо еще бы подсушить или в духовку когда напекете немножко духовку прям на на сильной жар прям чуть-чуть и будет очень вкусно хрустящие с каким-нибудь соусом кетчупом или еще или с пивом или с до сын сказал это очень так вот если соленовато такие вот ну короче перекусы закусочки вот полгода назад наверное или больше мы приобрели вот эту духовочку и очень довольны очень удобно делаем такие маленькие булочки греем или это я не знаю как она на русский называется по-немецки она по-моему дам в крылья я покажу название но очень удобно мы мы довольны вот здесь эти сухарики сейчас быстро и поджарим муж у меня этим занимается я готовлю ой здесь надо смотреть это пережарю вот так она примерно выглядит смотрите сейчас чуть остынет и мы ее поджарим включаю хоть вафельница пригодилась теперь а то она у меня без дела стоял не нравятся мне такие тонкие вафли так мы со своими чипсами или крекерами очень справились вот смотрите оставлять надо после духовки видите сколько влаги даже специально не стала вытирать поэтому на сеточки также и оставлять чтобы это влага ушла здесь у нас готовы он ведь какие они хрустящие вот такие они у нас разрезы очень вкусным уже съели очень сытные они между прочим единственное вот сейчас мы вот это сделали даже настолько может быть и не сидим потому что сытно там две-три съешь и уже сына эти которые у нас вафельницы мы пока ничего с ними больше делать не будем они у нас полежат если захотим мы их вот так вот в духовке как говорится по сушим и вот с таким соусом нам нравится с таким соусом есть ешьте со своим любым любым соусом очень очень вкусно я надеюсь что я в общем достаточно как говорится ясно все показала и объяснила если что не так извиняюсь и всем большое спасибо всем большое спасибо кто подписался кто у нас поверил кто нас поддерживает и всем вам всем 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 благ здоровья мир на всем мире будьте счастливы пока пока до следующего видео пока пока всем всего самого доброго до субтитра